Итак, всем привет, жители 151-го убежища. Сегодня вечер мы посвятим обсуждению франшизы, обсуждению сериала, за которым я слежу уже 8 лет, и который полюбил всей душой, начиная с первого сезона, я говорю о ходячих мертвецах, или как уже в народе их прозвали, после четвертого сезона, ходячие болтуны, ходячие там бог знает что. Кратко давайте пройдемся по самому сериалу. Когда появился сериал, это было прорывом, это было нечто, просто рейтинги сериала зашкаливали, это было свежо. Зомби, выжившие, выживание в постапокалипсисе, это было классно. Тему подхватили киноделы, начали появляться вновь уже забытые зомби-апокалипсисы, тема стала актуальна. Но к четвертому сезону сериал превратился в унылое говно, именно тогда начали называть сериал холдячий болтуны. Но постепенно пятый, шестой сезон начал реабилитироваться, появился экшен, появились зомбаки. В общем, все стало прикольно. Меньше мишуры и болтовни, и эмоций, и стало больше трешечка и стрельбы. Вот закончился седьмой сезон, как вы уже знаете, я немножко поспойлерю, это уж извините, появляется такой персонаж как Ниган, который предполагал оживление полной франшизы, и это произошло. Введением персонажа Нигана и его банды принесло свежесть, ну такую нуарную. Начали погибать ключевые персонажи, наконец-то. Ну, конечно, кто любил этих персонажей, не очень за это ратуют, но все равно принесло какую-то новизну в это все. И седьмой сезон заканчивается на такой минорной ноте, все очень плохо, и надо дать ответочку, дать дюлей. И тут, спустя время, которое мы долго-долго ждали, появляется восьмой сезон. И я посмотрел всего пока четыре серии из этого сезона, и... Что это? Вот просто, понимаете, вызывает только абсолютно негатив, и... Это просто настоящий бадкерд, это просто... Сука! Когда я смотрел третью серию и даже вторую серию, у меня такое сложилось чувство, что как сценаристам, так и актерам, на фильм, точнее, на этот сериал, стало глубоко и надолго насрать. Актеры, играющие в сериале, видно, что уже устали от него, и история затянулась. Ну, конечно же, восемь гребаных лет. И тема зомби, к сожалению, уже начинает стихать. Ну как уже начинает стихать? Она уже стихла, и уже абсолютно не актуальна. И, по всей видимости, у сериала появились проблемы. Падение рейтингов, падение спонсорской помощи, тем более, что уже давным-давно на HBO... Ходер! 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 ...бьет все рекорды, Игра Престолов, и причем заслуженные, я вам замечу. А ходячие мертвецы стали забываться. И, по всей видимости, у компании AMC Media все меньше и меньше финансов выделяется на этот сериал. Бабки! Бабки, сука! Бабки! Сука! Поэтому начинается полный идиотизм как по сценарию, как по игре актеров, так и просто по картинке. Разберем. Это на боевке 3-й и 4-й серии Ходячих мертвецов. Я думаю, что будет актуальна сейчас вот такая вот заставка. Стоит еще вернуться на одну серию назад, да на вторую, там где пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. В общем ситуация такая, что снаряжается несколько отрядов для того, чтобы атаковать лагеря Нигана. И как вы думаете, они готовятся? Ищут бронежилеты, ищут патроны, ищут оружие. Да нет, оружия у них дохренища. Они находят идеальное решение взять автомобили и обить их листовым металлом, из которых делают сараи. То есть это тонкий металл в 1-2 миллиметра. А знаете, что самое идиотское? 1-2 миллиметра стали являются идеальной защитой. Ну я не знаю, это возьмите кусок картонки, что ли, сделать из него тактические щиты и вперед! Почему бы так было не сделать? Ну, факт остается фактом, что машина, обитая листовым металлом в 1 миллиметр, является непробиваемой просто целью. За которой хорошо прятаться и, собственно, выжить. В общем, там происходит катавасия, там происходит стрельба пиу-пиу-пиу. Из добрых нападающих практически никто не гибнет. Но, видимо, сценаристы учли то, что должны быть какие-то жертвы. Несколько человек получает пулю. Это вот какие-то легкие ранения в руку, в ногу. В общем, все здорово! Добро побеждает зло! Но вы посмотрите, блядь, на эти боевки! Вы посмотрите на этот бой! У меня сложилось такое чувство, что это просто мне показывает какой-то летсплей со страйкбола. летсплей с айрсофта! Вы понимаете, что деятели спецэффектов настолько обленились, просто бюджетом настолько урезали, что они перестали в некоторых местах изображать вылет гильзы. Ладно, это трудоемко, тяжело, но, блин, это добавляет какого-то реализма. Я уже молчу о том, что ни у единого оружия просто нету тупо отдачи. Я молчу уже о том, что никто из нападающих и обороняющихся в том числе не одет в какой-то самый простецкий бронежилет. Я не знаю, возьмите дверку от печки, нацепите на грудину, как это сделали в назад в будущее. Это уже будет являться хоть какой-то бронезащитой от тех же, например, гражданских пуль, которые очень распространены в США. Второе. Все, все стрелки, имеющие огнестрельное оружие, имеют максимум один магазин к своему приводу. Блин, приводу, иначе никак не скажешь. Именно приводу к своему оружию. То есть бункерные магазины в огнестрельном оружии это уже норма. Но вообще на самом деле уже стоит с этим смириться, поскольку бункерные магазины на протяжении всего сериала присутствуют. Это как в старых боевиках 80-х годов. То есть один магазин забил, и ты можешь положить тучу народа. Даже если вспомнить ту же классику, команда с Арнольдом Шварценеггером, там было то же самое. Но блин, на дворе уже 2000, мать его, К-17-й. Как любят говорить сейчас молодые и здоровые. И блин, ну добавьте хоть каплю реализма, пускай хоть в оружии кончаются патроны и происходит перезарядка. А перезарядка происходит именно тогда, когда... Это надо по сюжету. В смысле, ай, я не успел перезарядиться, бах-бах-бах-бах, меня убили. Почему пули, попадая в какой-то объект, не оставляют отверстий? Следовательно, они отскакивают. То бишь, спрячься за машиной, спрячься за куском листового металла, спрячься за колесом, черт побери, и все, ты бессмертный. На хрена нам нужны бронежилеты? Это факт. Я тут похимичил и подумал, что... А что если подставить место выстрелов вот это? Ну и как вам? Это типичный страйкбольный бой. На любом полигоне только все страйкболисты без очков. По сути дела, это даже, блин, на фаер так не тянет. А вот вам еще одна интересная штука. Многие персонажи стали изображать отдачу оружия. То есть это настолько выглядит тупо и нереалистично, что просто я взлетаю на Луну. И наверняка трансляцию надо вести именно с орбиты Земли, либо с Селены. Давным-давно у меня вызывает негодование состояние здоровья Рика Граймса. Вот почему он выглядит перед боем вот так вот, а через 5 секунд он выглядит вот так вот. Вернемся к третьей серии. Что тут произошло? Вот смотрите, в этом эпизоде наши светлые и доблестные герои попадают в засаду к врагу, к банде Нигана. То есть все друг другу враги. И что делают злобные и безжалостные враги Рика Граймса? Они наставляют на них, блин, оружие. И все. Сдавайтесь. Хальт, хальт. А в ответочку что? Приходит еще одна толпа добрых. И, блин, бесцеремонно просто их расстреливает. И все. Вот такая вот херня. Бля, если я начну стрелять, я тебя стреляю в том, что у тебя ниже пояса. Вот еще один интересный эпизод. Походу сериал избавился абсолютно от военных консультантов. Вплоть до того, что прицел на винтовке прикреплен тупо неправильно, не той стороной. Привет вам, сериал Морпехи. Или как они там называются? Морская пехота всех сильней. Чем заканчивается третий эпизод? Полной гибелью отряда Его Величества. Ну вот, блин, ну вот смотрите. Вы зачистили полностью территорию от врага. Почему бы вам не пойти и не проверить, а где еще кто-то мог засесть? Давайте соберемся в большую кучу, чтобы нас расстреляли из пулемета. Почему бы и нет? Но еще и погоди, погоди, еще не все. У нас же в толпе стоит один из ключевых персонажей. А давайте его отведем в сторону. Одного. До того, чтобы он сходил и проверил, нашел врага. Нужно прочесать базу. Твоя задача. Твой план. Пойду оближусь. Да, мы будем стоять толпой. Почему бы и нет, черт побери? Ну и, как понимаете, все это заканчивается крайне плачевно. Просыпную все! Прикрыть короля! Нет! Выживает всего лишь два бойца, которые потом в итоге умирают, и Его Величество. Закономерный вопрос. Почему люди Нигана, сидящие в здании, черт его дери, увидели, как расстреляли всех их соотечественников? Они просто стояли и ждали на втором этаже этого здания. Ладно, ладно, давайте сделаем скидку на то, что они расставляли пулемет, пока его там соберешь, пока ленту зарядишь, а потом ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, что побери, там столько времени проходит, что можно было это сделать с закрытыми глазами, блин, со сломанными ногами, сломанными руками, блин. Вот такая вот херновина! Возможно, они ждали, конечно же, удобного момента, чтобы все собрались в кучу, но они и так были все в куче. Ха-а-а, я не понимаю! Вот так как получше будет. Ну и, разумеется, героиня, которая пошла в сторону проверять и зачищать здание, мало того, что выживает, так она еще и всех карает в итоге, а потом бросается в догонку. Ну, конечно, это не получается, но это уже спойлеры, спойлеры, спойлеры. И тут происходит еще одна попа-боль. Я вот не могу понять, кто из них, черт побери, злодея? Почему группа Рика начинает стрелять просто не разбираясь? То есть у них одна единственная цель – избавиться от людей Нигана. Их можно понять, они не будут разговаривать, они будут ду-ду-ду-ду-ду-ду, собственно, что они и делают. Почему люди Нигана, черт побери, начинают со всеми разговаривать, когда его величество остается один и выходит один из злодеев? Что он должен сделать? Разумеется, пустить ему пулю в голову, потому что он их лидер. Что он делает? Он берет его в заложники и ведет его куда-то. Ведет, конечно, куда, к Нигану, для того, для чего... Для чего он это делает? Конечно же, для того, чтобы получить какие-то блага, какие-то привилегии. Ну, черт побери, кругом одни враги. Нахрена ты это делаешь? Блин, убей его. Потом скажи Нигану, что ты его грохнул. И да, все, праздник, праздник, и беги. Нет! Нет, он его ведет и ждет смерти, дает ему шанс опять же выбраться. Ха-ха-ха-ха-ха. В общем, итоги, на одних эмоциях я, в общем-то, ничего не сказал и одновременно сказал кое-что. Я подведу итоги, что, к превеликому сожалению, один из моих любимейших сериалов скатился в самое настоящее говно. И, честно говоря, уже абсолютно не хочется смотреть пятую серию и последующие, которые нас ожидают. Потому что я уже вижу, что будет настоящий трэш, угар и садамия. К сожалению, «Ходячие мертвецы» сериал мертв. А на сегодня «Ходячие дрищи», пожалуй, заканчиваются. А на этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что посмотрели видео до самого конца. Жду от вас негативных отзывов личного вашего мнения, а может быть и позитивных, может я все-таки не прав, в комментариях. Я обязательно отвечу каждому. А если видео вам стало интересным, поставьте большой палец вверх. Если оно наберет, скажем, хотя бы 100 лайков, то мы можем продолжить тему «Ходячих дрищей» и обсудить сериальчик на фоне следующих и последующих серий, пока сериал не скатится в самую труху и будет полный писец. А на этом у меня все или почти все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до самого конца. С вами был Дмитрий. Всем увидимся. Пока. «Ходячие дрищи». По-моему, довольно достойное название теперь для этого сериала.